В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Неожиданное землетрясение в Караганде. Сегодня день государственного служащего и день полиции. Открытый чемпионат Караганды по парашютному спорту. В субботу Караганду трясло. Впервые в Карагандинской области произошло землетрясение. В департаменте по чрезвычайным ситуациям был проведен брифинг, на котором разъяснялась ситуация от 21 июня 2014 года. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, полковник противопожарной службы Талгат Нурмаганбетов комментировал случившееся. Эпицентром землетрясений стали населенные пункты Абайского района Карагандинской области. Она произошла в 12 часов 32 минуты по времени Астаны 21 числа этого месяца. Глубина 40 метров магнитуда составила 4,8 балла. Очаг был определен на основе анализа удаленных сейсмических станций по всей республике. Повторные толчки зарегистрированы не были. Моментов, связанных именно с работой наших угольных предприятий, связанных именно с данными толчками, нет. Естественно, второй аспект, который мы рассматривали, это, может быть, где-то произошел несанкционированный взрыв. У нас, вы знаете, у нас есть и карьеры в районе Карабаса, также со всеми этими объектами предприятий у нас произошли контакты, разговоры, на место выехали наши представители, подтвердили, что все спокойно. Пострадавших не было, объекты жизнеобеспечения населения функционируют в нормальном режиме. Повреждений в сетях энерго-водоснабжения не обнаружено. Хоть толчок и был малозаметен, жители Караганды все-таки почувствовали землетрясение. Получается, у нее сначала ноги начали вибрировать, как бы. Ну, это она мне рассказывала уже, я спал в это время. И, говорит, начали ноги, и страшно немножко стало. А потом, ну, так, ну, мы в девятиэтажке живем, и так немножко, как бы, потрясло дом. Вот именно в этот момент, получается, что я сидела за компьютерным столом, и было такое ощущение, что подо мной стул как бы подгинается. Было такое ощущение, что кто-то шутит и хочет, как бы, сделать так, чтобы я упала. Я оглянулась, но никого не было. Я не подумал, что это землетрясение. Ну, почувствовал толчки, как дом сотрясался. Ну, и все, ну, для начала подумал, что это лифт, может, упал там. Качался стол пуханный и немножко стены. Может, как бы ничего не упало? Ничего не упало, но очень сильно вот покачнулось. Мы на восьмом этаже живем. Сейсмологи же на сегодняшний день не могут дать конкретных прогнозов, будет ли повторяться землетрясение. В данный момент идет изучение сейсмической карты по региону. Жезер Абдраимова, Эднжакамбах, Теруспанов, Первый Карагандинский. Сегодня под руководством Акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдебекова состоялось аппаратное совещание, на котором обсудили основные вопросы касательно здравоохранения и образования в регионе. В начале совещания глава области Нурмухамбет Абдебеков поздравил государственных служащих области с их праздником. Празднование Дня Государственного Служащего утвердили в декабре прошлого года. В этом году этот день отмечается впервые. Празднование Дня Государственного Служащего должно способствовать укреплению авторитета государственной службы, утверждению провозглашенного президентом страны основного принципа, что работа профессионального государственного аппарата, служение народу и государству – это превыше всего. Отличившимся работникам государственной службы Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков вручил нагрудный знак «Отличник государственной службы». Эту награду они получили за добросовестный труд и профессиональную работу. Далее участники аппаратного совещания обсудили вопрос в сфере здравоохранения, а именно говорили о факторах, оказывающих влияние на ожидаемую продолжительность жизни и о мерах по ее увеличению. На сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни в республике составляет 70,3 лет, а в нашей Карагандинской области 68,9. Как видите, мы несколько ниже находимся среднереспубликанского показателя. За один год удалось увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике на 0,69 года с 69,61 в 2012 году до, как я уже говорил, 70,3 по итогам 2013 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека всего на 10% зависит от системы медицинской помощи. Существенное влияние на здоровье оказывает социальный уровень жизни, окружающая среда и ряд других факторов. На сегодняшний день системой здравоохранения осуществляется активное воздействие на профилактику ранее выявления болезней, особенно тех, которые наиболее часто являются причиной смерти людей. Особое внимание уделяется больным туберкулезам. Глава региона Нурмухаббет Абдебеков поручил держать под контролем вопросы обеспечения бесплатными лекарствами населения области, также предоставление оборудования для лечения онкологических заболеваний. В управлении здравоохранения Карагандинской области совместно с акиматами городов и районов в январе текущего года заключен меморандум о достижении целевых показателей и конечных результатов деятельности в области здравоохранения на 2014-2016 годы. Нами проведен анализ структуры смертности населения в целях изучения основных точек приложения. Основные данные представлены на слайде. Из всего числа умерших от причин, не связанных с работой системы здравоохранения, так называемые неуправляемые причины, погибает более 27%. Это несчастные случаи утопления, ДТП, убийства и так далее. И смерть лиц, достигших преклонного возраста. Кроме того, 10% умирает от неизлечимых заболеваний, генетически обусловленных и имеющих злокачественное течение. Далее говорили о результатах итоговой аттестации в форме единого национального тестирования в школах области. Как известно, тестирование в 2014 году сдавали 5059 выпускников. Самые высокие результаты показали выпускники специализированной школы Дарын и средней школы номер 4 города Жасказган. Самый низкий балл набрал выпускник из Осакаровского района. Он набрал всего 21 балл. По итогам ЕНТ Карагандинская область занимает 10 место среди всех областей республики. Замечаний по проведению ЕНТ нет, сбоя в тех людей не было. Представители МОНРК совместно с государственными комиссиями работали слаженно и оперативно. Все возникающие вопросы в ходе проведения ЕНТ разрешались профессионально и корректно. Однако имел место факт удаления из аудитории двух выпускников в школу города Тараганды из-за нарушения правил сдачи ЕНТ. Это использование сотового телефона и нарушение целостности вопросов. Целое ЕНТ прошло на высоком уровне и получило положительную оценку В завершении рабочей встречи глава региона Нурмухамбет Абдибеков дал ряд конкретных поручений ответственным лицам по улучшению качества здравоохранения и образования в Карагандинской области. Гульнур Жакен, Олжас Габасов, Искандер Купабаев, Первый Карагандинский. Так назывался областной форум молодых государственных служащих, который организовали в целях повышения престижа работы на государственной службе статуса государственного служащего. Пленарное заседание прошло в городском филиале партии Нур-Отан. Организатором сегодняшнего форума выступили Управление молодежной политики Карагандинской области, Департамент агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, также региональный центр переподготовки и повышения квалификаций госслужащих. Во всех высоких достижениях страны огромную роль играют государственные служащие, своим трудом доказывающие приверженность к политике главы государства, курсу социальной модернизации республики. В нашей области на государственной службе работают более 7000 государственных служащих, в том числе 1749 молодых людей. Именно на молодежь возникает большая ответственность за будущие, как будущие руководители нашей страны, области и отдельные государственные органы. Сегодняшнее расширенное предназначение – это еще одна возможность для развития интеграции молодежной среды, обсудить актуальные проблемы и поделиться опытом работы. В форуме принимали участие около 260 госслужащих областных исполнительных органов, городов и районов области и территориальных подразделений центральных органов. За посильный вклад в государственную службу в декабре 2013 года семь лучших работников были удостоены наград. Ну а в этом году три госслужащих, которые более 20 лет трудятся, на государственной службе получили почетную медаль и благодарственное письмо. День государственного служащего в этом году отмечается в первый раз. Эту дату утвердили в декабре прошлого года. От нашего филиала партии города поздравить вас с профессиональным праздником. Это впервые День государственных служащих. Вам реализовать стратегию до 2050 года. Поэтому мне бы хотелось пожелать в первую очередь творческих успехов, быть активными членами, активными в общественной политической жизни нашей страны. Успехов, удачи! В результате проведения форума были обсуждены основные вопросы касательно государственной службы. Также в ходе встречи были приняты рекомендации по дальнейшему развитию государственной службы. Гульнур Жакен, Нурсултан Ибраев, Бахтиар Успанов, Первый Каргандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Галвин Херкюль Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система Профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Сегодня впервые празднуют День государственного служащего В Казахстане свыше 90 тысяч граждан работают на государственной службе В том числе более 49 тысяч женщин Работники Карагандинского областного ЗАГСа в честь праздника госслужащих Пригласили студентов своих будущих коллег на экскурсию Указом главы государства Республики Казахстан в прошлом году 23 июня Утвержден Днем государственного служащего Проводимые преобразования в законодательстве о государственной службе Получили высокую оценку международного сообщества Сегодня мы посмотрим архивы ЗАГСа Вы сможете посидеть и посмотреть Какова работа на сегодняшний день государственного служащего Именно работника ЗАГСа Мы можем сегодня вам показать архивы Не только на бумажных носителях, которые хранятся у нас 75 лет Но и мы дадим вам возможность провести регистрацию Допустим тех актовой записи, которые осуществляются сегодня Через государственную базу данных физические лица Вместе со специалистами ЗАГС Празднование Дня государственного служащего в Казахстане Способствует укреплению авторитета государственной службы Популяризации провозглашенного президентом страны Основного принципа работы профессионального государственного аппарата Служения народу и государству превыше всего В стране будут организованы торжественные церемонии Принесения присяги лицами Впервые или вновь поступившими на государственную службу Будут проводиться тематические занятия в учебных заведениях По разъяснению принципов государственной кадровой политики А также поступления на государственную службу и ее прохождение Лариса Хусынова, Кайрат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский Сейчас небольшая рекламная пауза После чего мы продолжим рассказы о новостях Караганды и области Немецкое качество известно во всем мире Это надежность, это уверенность и безопасность Но это и высокая цена Окна Артек Идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости Безупречное немецкое качество по доступной цене Окна Артек Ваше спокойствие на долгие годы Артек. Окна для жизни В рамках реализации государственной программы По форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы В области разработана концепция развития базовых отраслей промышленности Внедрения программно-целевых методов управления промышленным комплексом Задачи карты индустриализации страны поставлены в послании главы государства Стратегия создания новой экономики давно уже реально воплощается в жизнь В стране дан старт сотням индустриально-инновационных проектов Которые в дальнейшем должны обеспечить подлинный прорыв отечественной промышленности Я дал ряд поручений правительству по разработке проекта Второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития На 2016-2019 год Первая пятилетка этой работы заканчивается в этом году Сделано немало, но и ошибок допущено немало Нам придется серьезно корректировать И ограничить число приоритетов индустриализации В Карагандинской области всегда рассматриваются новые инвестиционные проекты Еженедельно обсуждают их на заседаниях Координационного совета По форсированному индустриально-инновационному развитию Если бизнесменам необходима какая-то поддержка Или эксперты видят очевидные недоработки То совместно решаются все организационные и финансовые задачи Затем проект включается в республиканскую карту И все они по-своему нужные проекты Реализация которых вносит значительный вклад в экономику Не только области, но и республики в целом Одна из таких компаний – ТО «Европак» Основалась она в 2005 году По программе «Дорожная карта 2020» На ней производят резиновые и пластмассовые изделия для упаковки товаров Основным видом деятельности является производство пластмассовых изделий Для упаковывания пищевых продуктов В частности, ПЭТ-преформа и укупорочные толпачки В 2011 году мы решили расширить наше производство И в связи с этим задумались о том, где нам и как кредитоваться Оборудование приобретено у швейцарской компании Одного из мировых лидеров по производству данных машин На сегодняшний день ТО «Европак» обеспечивает рынок Казахстана Широким спектором разного цвета и разного громожа приформ Для разлития воды и масла На заводе четыре машины по производству приформ И одна машина по изготовлению колпачка Специалисты производства обучались за рубежом Дмитрий Госман прошел практику в Швейцарии На сегодняшний день он главный инженер И все знает о функциях данных оборудования Машина производит литье под давлением То есть сырье плавится и под давлением подается форма Форма раскрывается и оттуда выходят готовые изделия Социальная значимость проекта в рамках индустриально-инновационного развития абсолютно Эта программа остается главным ориентиром модернизации экономики Сказал глава государства Нурсултан Абишевич в послании народу Казахстана Дальнейшее исполнение карты индустриализации направлено на обеспечение устойчивого И сбалансированного роста регионального предпринимательства В приоритетных секторах экономики Казахстана Сегодня руководством Карагандинской области принимаются исчерпывающие меры Чтобы карты индустриализации легли максимально выгодно Не только для жителей региона, но и всего народа Казахстана Динамика экономики области уверенно набирает промышленный потенциал Жезер Абдреимова, Ужас Габад, Ернур Жакан, Первый Карагандинский Сегодня в стране двойной праздник День казахстанской полиции и День государственного служащего История казахстанской полиции начинается с 23 июня 1992 года И тесно переплетается с созданием государственного управленческого аппарата Именно с 23 июня 1992 года началась та самая история казахстанской полиции Были разработаны новая символика Министерства внутренних дел Образцы форменного бундирования Поздравляя сотрудников органов внутренних дел с этой знаменательной датой Аким области Нурмахамбет Абдивеков сказал В этот праздничный день хотел бы отметить, что в реализацию масштабных задач Которые ставит перед нами президент страны, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев Большой вклад вносят и работники органов внутренних дел В том числе, конечно же, и многотысячный коллектив сотрудников Карагандинского областного департамента внутренних дел Всех его подразделений в городах и районах А сами торжества начались с самого утра С возложения цветов к оберисту памяти сотрудников, погибших во время исполнения службы В стенах Дворца культуры в праздничной обстановке По приказу министра внутренних дел были поощрены более 800 сотрудников департамента Я хотел бы поздравить всю Карагандинскую полицию Ветеранов органов внутренних дел, миссионеров, членов их семей Профессиональным праздником, своих коллег Пожелательным здоровьем, благополучием, семейного, профессионального роста, чистого неба над головой День казахстанской полиции – это знак благодарности тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию И трудился в ее рядах Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народа Это день памяти о тех, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев Сергей Високосов, Алена Слынько, Алжас Габбасов, Бахтия Руспанов, Первый – Карагандинский Восьмидесятилетию Караганды посвятили первый открытый лично командный чемпионат города «Наши парашютисты» Соревнования проходили на точность приземления Аэродром малой авиации «Балапан» принял спортсменов авиационно-спасательного парашютного центра Центра парашютной подготовки парашютистов из Балхаша и личников Так и хочется сказать, что Караганда становится центром парашютного спорта Ведь именно к нам на соревнования приезжали в свое время звезды, такие как крестьянинов Мировая величина парашютного спорта Я вас хочу от имени Акима города, от имени Акимата города Караганды поздравить с открытием торжественных соревнований Пожелать всем крепкого спортивного здоровья и успехов Парашютный спорт в Караганде появился с открытием аэроклуба Это случилось в середине 1930-х годов Тогда появилась острая необходимость в воздушном флоте И молодежь ринулась там заниматься Парашютный спорт находился под патронажем и контролем Министерства обороны И готовил профессионалов для военно-десантных войск Невозможно подсчитать, сколько десятков тысяч парашютистов было подготовлено в Караганде Герой Советского Союза Нуркен Абдиров окончил курсы карагандинского аэроклуба И получил звание пилота запаса в 1939 году Токтар Аубакиров в 1961 году поступил в парашютную секцию ДОСАА в города Караганды Где выполнил норму третьего разряда по парашютному спорту А в 1963 году перешел в пилотную секцию карагандинского учебного авиационного центра ДОСАА Караганда дала путевку в космос космонавту номер один Казахстана Сегодня парашютисты караганды выступают на чемпионатах мира за сборную Казахстана и за другие страны История славная И хочется от имени нашего секретаря Кабдарина Григорьевича Спанова От всех депутатов Карагандинского городского маслината Выразить вам благодарность за то, что вы дружите со спортом За то, что вы ведете здоровый образ жизни И хочется пожелать вам удачных полетов Учебный центр по подготовке пилотов малой авиации совершил показательные полеты на самолетах ФК-14 «Полярис» Парашютисты тоже показали свое мастерство и с государственной атрибутикой на флагах совершили прыжки с высоты 800 метров Соревнования начались В их организации самое активное участие принимает директор товарищества с ограниченной ответственностью Центр обслуживания КАМАЗ Николай Милюков Он сам прекрасный парашютист и вкладывает в развитие парашютного спорта в Караганде всю свою энергию Итак, самолет на взлете Набирает высоту Звучит команда «Пошел!» Первый парашютист шагает в небо Соревнования на точность приземления, наверное, самые сложные Потому что надо попасть в центр вот этого круга Это он только с земли кажется таким большим, 4 на 4 А с воздуха в 500 метров высоты он не больше вот такой 10-ти теньговой монетки Парашюты зависают в небе, сходятся, расходятся Спортсмены ищут угол атаки и борются с ветром Внизу он не так заметен, но наверху видно, как парашютисты пытаются поймать нужный воздушный поток и синхронизировать свой полет с ним Кажется, вот-вот и нога коснется центра круга Но в последний момент порыв ветра сносит спортсменов от желанной точки приземления Сложно В свое время в Караганде проводился чемпионат по парашютному спорту на кубок Нуркена Абдирова И в свое время на этот чемпионат приезжали очень многие парашютисты со всего Советского Союза на тот момент Сюда приезжали и крестьянников, и многие другие То есть это такие достаточно известные парашютисты Мы как бы хотим попытаться возродить парашютный спорт у нас в Караганде И постараться его вывести на должный уровень Это человек с земли, наблюдая за парашютами, восторгается полетом спортсменов Парашютисты же, управляя стропами, теряют чувствительность рук от напряжения Ведь у них не свободный полет, им необходимо попасть в круг В командном зачете распределились места следующим образом Первыми стали спортсмены военно-патриотического клуба «Эскер» города Болхаша Вторыми – авиационно-спасательный парашютный центр Караганды Третье место занял центр парашютной подготовки Караганды В личном зачете первыми стали Ренат Султанов, АСПЦ-1 среди женщин, Татьяна Доценко, тоже АСПЦ-1 Парашютисты города не успокоились на проведение городского чемпионата И уже готовятся организовать в августе областные масштабные парашютные состязания Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Русманов, 1-й Карагандинский И последняя информация на сегодня В этот четверг, 26 июня, все горожан приглашают на субботник Организация «Посади дерево.кз» решила воззвать к неравнодушным карагандинцам И общими усилиями очистить скверы и парки от мусора На этой неделе активисты планируют убрать сквер за областным кровейческим музеем Библиотекой имени Гоголя и Дворца детей и юношества Всех желающих они просят присоединиться к ним Прихватив с собой мешки для мусора и перчатки Общий сбор назначен на 18.00 Добровольцев будут ждать у фонтана напротив Дворца детей и юношества На этом наш выпуск завершен Спасибо за внимание Аман Сау Волгтар